Итак, ребят, смотрю, в школе еще появился человек, который, ну, все-таки решил в Python стать профессионалом. Вот Дмитрий Нак. Опять же, все комментирование, все правильно разбирается до мелочей. Теперь, Дим, именно видео для вас, а за Димой цепляйтесь, ребята, остальные, и, в принципе, рекомендации для вас. Сейчас поясню целых ядро. А как ядро писать по-английски? Ну, ладно, тогда назовем RRR просто так. Значит, вы тут закомментируете, проверите код Дмитрия. Дим, смотрите, все верно делает, Сергей Асачи делает по-своему. Вот вы сейчас находитесь на уровне классов, смотрю, начинаете разбираться на наследование, инкапсуляция, полиморфизм. Верно. Нам сейчас, то есть, ну, я считаю, вот нам с вами, да, нам сейчас с вами, мне так проще говорить, ну, грубо говоря, вам. Вам сейчас надо заботиться именно о формировании ядра Python. Покажу, как это делать. Понимаете, я каждый раз пытаюсь объяснить одно и то же разными словами. Итак, смотрим пример. Смотрим любую группу, да, смотрим любую группу. И смотрим, везде большое количество сообщений, кого догадались, осадчиво. То есть, у него, вот то, что я сейчас вам буду рассказывать, у него это идет на автомате. Он просто берет и пишет, пишет, пишет ответ. Почему человек пишет на двух языках через полгода? Потому что он все, весь код делает, делает, делает. Каждый день реально без строчки кода. Значит, есть, сейчас попытаюсь еще объяснить. Вот представьте, это снежный ком. А вот это вот, а вот это вот, линия, линия. Так вот, смотрите, ребят, можно изучать Python. Вы правильно все делаете, да, ну, просто сейчас подсказываю. Можно изучать Python, вот это один и тот же промежуток времени. Промежуток времени возьмем один год, да, один год. Один год. Так, сейчас сосредоточусь, чтобы выразить мысль ясно. Промежуток времени один год. Сначала перехожу к основной мысли. Значит, можно год изучать Python, но при этом прийти к концу года с кашей. Ну, грубо говоря, смотрю пример, понимаю, что написано, понимаю, писать могу только с подсказками, с трудом. В чем причина? Ядра нет. Можно, можно. Смотрите, знания, как снежный ком, вот, движется, да, накатывать. Но они будут вот так, и к концу года мы приходим, вот эта полоса уже наших знаний, вот такая. Понимаете, да, вот это наш багаж. При этом, заметьте, в предыдущем случае, в предыдущем случае, в предыдущем случае багаж оставался на одном и том же уровне. Почему? Причина одна. Ну, не одна, сейчас, не одна причина, а несколько причин. Причина первая. Давайте смотреть. И потом, Дим, к вам перейду конкретно, что делать в данной ситуации, вы все верно делаете. Итак, причины смотрим. Первое. Первое. Не уложены азы. Это то, что я говорил. Вот приходит новичок, он еще ничего не знает. Ребят, ну, понимаю я, что быстрее хочется. Ну, будет я китады. Знаете, как в анекдоте? Эк тады. А ни хрена не получилось, начинал все сначала. Так вот. Ребят, ну, вот, заметил. Вот приходит новичок. Полный ноль. Ну, вот Сергей Асачи пришел, полный ноль. Ну, почему у него результат через полгода начался на двух языках? Да потому что все делает, вот как написано. Если здесь написано, ребят, вот, идем, идем. Самое начало, да, Python. Вернитесь, начните, все типы данных пройдите. А не основа для Python. Делается. Кто-то делает, кто-то нет. То есть пробежали, да, пробежали, уже пошли, полезли в Жанго. Ни хрена нигде не понимаем. Да не торопитесь вы. Качество и есть ваш быстрый путь. Понимаете? Когда вы в данном этапе рассказывал предыдущее видео, сюда тоже добавлю, становитесь в позицию, как Денис, и стоите, не можете решить, что посмотрите это видео, вот, новички особенно, да, чтобы таких проколов не было. Как Денис написал, вот, пишет программу, ну, что это индекс, оно в описании видео, он не может допетрить. А я ему указал ряд ошибок тем, которые он пропустил, и поэтому не может связать в голове. Но это нормально. Думаю, Денис поправится и будет все хорошо. Молодец. Мы увидим программу Дениса и все прочее. Ладно, поехали. То есть не уложено азы. Второе. Практика Python. Смотрите, ну, ребята пропускают. Пропускают. Переходим на spb-retout.ru. Тут есть целый раздел. В группе для самостоятельной работы, кроме видеоуроков, где начинается несколько процессов у вас в голове, о которых вы даже не задумываетесь. Написано, проделать уроки. Написано, проделать уроки. Сейчас, секунду, что-то. И вот тут аж 9 страниц, это первоначальных. И тут, смотрите, 10 уже. И тут мы формируем несколько процессов. Значит, здесь работа со списками, со строками, в основном с функциями. То есть тренируем рабочую лошадку, функцию, она же в классе метод. То есть накапливаем свой опыт. Но опять, давайте сначала перечислим, что здесь начинает приобретаться. Практика. Можно, знаете что? Ага, можно сделать просто. Просто, да? Ну, как просто сделать? Да, ну что там? Ассачи же выполнил. Ну, посмотрели. Ребят, в одно ухо залезло, второе вылезло. А вы никогда не думали, почему не получается написать программу? Или кто-то задается вопросом. А вдруг начинает, сейчас, 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 сформулирую. Вдруг начинает, задумал приложение, а нету знаний ни библиотеку поискать, а нету знаний ни как задать вопрос правильно. Так вот, в этом разделе формируются следующие ваши навыки. Первый навык. Навык. Первый. Поиск информации. Когда, смотрите, на чем оно основано, ребят, ну как вы не понимаете? Опыт. Смотрите, все, моя школа построена на догмах, которые вы используете каждый день. Показываю догму. Пришли вы в гости. Там есть торт. Вы съели? Ну, а как его приготовить, знаете? Не знаете. Ну, вкусный торт. Ну, да, классно. А к вам приходят гости. А как торт готовить? А хрен его знает. А если б вы пришли, вот как я говорю, раздел, в гостях, а давай ты меня в следующий раз позови и мы вместе приготовим. А давай. И смотрите, вы получили опыт. Торт приготовили. А давай в следующий раз ко мне я уже сам приготовлю. Отлично. Так это же в жизни происходит. Так вот в этом разделе, ребята, это и происходит. То есть я для вас конкретно формирую вопросы. Вам можно прочитать, а можно взять и самому все эти вопросы проискать. Черт с ним, что здесь Асачи ответил. Молодец, Серега. Да, вот разбирались в Аркваркс, да, вот то, что в предыдущем видео говорил Денису, да, Аркваркс. Сергей Асачи разобрался, вопросов нет. Теперь ему, и я вообще постоянно говорю, ребят, используйте Аркваркс, потому что не надо ограничивать программы свои. Постоянно говорю это. Так поищите, есть конкретные вопросы, есть у вас пример, но откройте вы Google, наберите сами. Как только открыли, это вам надо, да? Кто-то не то написал. Вам надо, вы открыли, вы уже нашли, работает сейчас у вас опыт, но вы это делаете осознанно. Нашли пример, проделали, нашли пример, проделали, в группу, бац, отправили, написали и ваш пример. Понимаете, поиск информации. Второе, грамотное формирование вопросов. Формирование. Где ваш этот опыт? Я, ребята, при большом желании за вас это не сделаю, я могу показать. И это с годами доходишь. Эта информация вас ни на одних курсах не научат. Дальше, поиск информации. Зачем он вам? Да потому что потом вы легко в приложении будете понимать, что искать, как задавать вопросы. Это же проблема самая. Формирование. Так идет формирование, потому что примеры собраны в этом разделе как раз на тему, на тему, где я рассказывал. То, что часто используется, понимаете, это работа с функциями, с рабочими лошадками и так далее, и так далее. То, что вы будете писать в программах, понимаете? То есть формируется костяк. Отсюда он начинает формироваться. И дальше в классы и так далее, и так далее. Формирование вашего ядра. И далее, конечно же, пишем приложение. Но не забывайте еще одну истину. Два языка. Я много об этом говорил. Добавлю, если не забуду. Что сами найдете, но постараюсь добавить, если не забуду. Потому что видео я не готовил сейчас. Я просто высказываю, потому что это назрело. Вот так вот преподнести, что возможно так услышат. Вот. Питон ООП. Ваш план и ответ на вопрос. Ну, оставлю открытый, потом вспомню. Как изучается язык? Здесь я рассказал, почему надо изучать два языка. А то человек сидит и рассуждает. Ребят, да что здесь рассуждать? Вы мне объясните. 21 век. Ну, все, что не происходит, все превращается в мобильное приложение. Котлин нам надо, не надо? Ну, конечно, надо, ребята. Хотя, пусть он вам не надо. Ну, пока не надо. Но изучая язык с динамической типизацией и со статической типизацией, наконец-то вы включаете механизм сравнения. Какая, скажите, разница, писать на Пайтон или на Котлин? Да никакой. Никакой. Сейчас открою. Никакой. Ну, хорошо. В Пайтон функция обозначается def, здесь fun. Имя тоже, но по-другому записываются. Но по-другому записываются параметры. Да, там называются аргументы, здесь параметры. Но они и там, и там, в принципе, называй как хочешь, все равно это определенные, грубо говоря, переменные, которые мы будем использовать. Ну, параметры, аргумент, параметры правильно будет сказать. Но вот это я говорил. Но теперь показываю живой пример. Опять, ну, опять живой пример показываю, да. Вот я это переживал, почему оставил. Вот пишет Сергей Асачий, да. Я не хотел изучать Котлин. Хотел просто сначала пойти Пайтон. То есть, да. Узнав, что Котлин это мобильный рынок, я посчитал, что упускать это нельзя. Решил попробовать. Но сегодня расширил я. Котлин будем изучать и веб. Это полностью полнофункциональный язык, как Пайтон, так и Котлин. Только в Котлин можно писать и мобильную, и серверную часть, полноценную. Я отложил Пайтон, начал изучать Котлин. Бла-бла-бла, прочитайте. Несколько месяцев все было как в тумане. Единственное, что я чувствовал, что у меня есть тон информации, с которой я ничего не понимаю, что мне делать. Я вымытан, меня вырубает за компом. Руки начали опускаться. Сомнений навалилось. Нормально. Я думал, что я ничего не понимаю. Но это казалось, ребята, вот именно. Кажется. Продолжайте заниматься. На самом деле, все я понимал. Просто вся картина открылась. Позже. Картина открылась. Я увидел, что у меня нет разницы между Пайтон и Котлин. Разница есть. Но я понимаю, считываю. Сейчас я могу сказать, что изучение двух языков круче, чем один. Да? Теперь с одного на другой я могу переключиться быстро. Вот этот этап надо пройти. Пройти всем. Понимаете? У вас в кармане мобильный рынок. У вас в кармане Пайтон Веб весь рынок. И у вас два языка. Это не значит два. Изучая два, вы можете потом писать на десяти. Почему? Потому что именно с начала изучения двух языков сейчас важная фраза. Не едим ни батоны, не пьем кофе, не курим. А сядем, сидим и упираемся в экран и слушаем следующую фразу. Следующая фраза важная. Вот она. Ребята, после изучения двух языков вы начинаете наконец-то сравнивать. И вдруг начинаете осознавать, что те же функции, они есть и в Котлин, и в Пайтон. Да, по-разному записываются. Но смысл один и тот же. Те же классы, оно то же самое. И вдруг вы понимаете, что языки все сходны. И поэтому, когда вы возьмете третий язык, то вам уже труда. Вы делаете это с лету. Да какого... Извините меня, я не хочу ругаться. Вы себя тормозите. Но сколько можно это доказывать? Но мне, простительно, мне не сказали. Мне в 2009 году, да, я испугался. Как бы там выучить, как я рассказывал, не с десяток, а один язык. Запомните, это ошибка. Начинаете минимум два. Ой, ребят, это я не злюсь. Это я просто вот такой сегодня эмоциональный, ну такой день у меня. Ну, такое вот у меня настроение. Я рад, когда кто-то из ребят начинает подключаться. Дим, теперь конкретно для вас рекомендации и для других ребят. Вот смотрите, не забывайте вот про этот рисунок, да, вот ваш багаж. Но вот эту ширину определяете только вы, да. И вот сейчас я вам подскажу, как это сделать более практично. Вот вы пришли к классу, молодец. Расписали, да, дочерний класс, функции. Ну, я вижу, то есть инкапсуляция. Ребят, проделайте это. Теперь, что надо сделать? Дим, смотрите, нельзя бежать дальше. Если касается Python, что вы делаете на данном этапе? На данном этапе я вам написал, но цепляем обязательно к классам. Начинаем работать следующим методом. Работаем с функциями. С функциями. То есть, открываем, допустим, раздел, где мы смотрели, да, практика Python OOP. Смотрите, вы работаете с классами, поэтому вы выборочно работаете с функциями. То есть, для себя, для себя основное вам надо вот что следующее. Глубокое объяснение функции. Поработали с функциями. Там вы встретите ARK, QUARKS, это важно на первом этапе уцепить. Поработали с функциями, сразу. А функция это в классе метод. Эти же функции начинаем цеплять классом. Придумайте код. Там есть и программа зоопарк, расширьте ее или придумайте. Но сразу сюда, бац, функции вставляем. То есть, отдельно с функциями тут. Не забываем, на первом этапе в Python обязательно проработать основательно ARK, QUARKS. Забыл эти. Почему? Потому что все программы написаны с этими вещами. Разберитесь, я сейчас не буду говорить. Потому что в школе это, он осадчий так разобрал, что некуда. И сразу в классах всегда добавляете костяк какой. Это метод супер. Тоже в школе разобран. Очень хорошо. Сразу надо разобрать. Но потом не откладывать. Он сейчас у вас, он надо в Django, он надо в любом графическом интерфейсе. Он надо везде. Сразу здесь цепляйте. Потом не надо, вы уже должны знать. Разберитесь, супер. Потому что сам по себе супер. Сам по себе метод супер. Так. Я не там был, наверное, да? Ну и здесь я был. Я его не зря вот дал, да? Сам по себе супер. Вам, во-первых, родительские классы разложат. И самое главное, что вы его сможете применять направо-налево. Никогда не пожалеете. Следующий момент. Методы. Значит, тут я уже вижу, да? Я вам говорил. Вы немножко избегаете init. Ни в коем случае. init. И вам, так как вы пришли к этому, изучаете два. Потому что init и new. Я увидел в школе, что Асачи применяет то этот, то этот метод. Это правильно. Вижу, пошло. То есть init вы сразу. О чем вы думаете, когда в классах, да? Всегда думаете о том, что в скобках. В скобках у нас аргументы. По сути дела, init, он их занимается инициализацией. Поэтому у вас в голове должна быть класс, как передать аргументы. Все. Дальше. Если вы нацепите функцию сюда. Как я говорил ранее. Да, работаем с функциями. Отдельно поработали с функциями. Потом бац, с этими же функциями в классе. Вы начинаете формировать костяк. Во-первых. Функция это рабочая лошадка. Логично? Логично. Значит, когда вы легко работаете там в функции, потом функцию написали как метод, да? То у вас становится класс на место. И вот вы правильно сделали. И, ребята, другим говорю. То есть, такие вещи, которые мы начинаем там, наследование, инкапсуляция, полиморфизм. Вот эти вещи непросто проработать. Отходите ко сну, сели, в голове приставьте код. Не можете приставить. Садитесь, пишите снова. Пока в голове ясность не будет, это ба-за. Если вы вдруг прошло два дня и сидите, чешете затылок и думаете, а что ж такое инкапсуляция? Или, а как наследуется класс? Не пойдет, ребята. Садитесь, пишите, надо раз. Пишите раз. Надо два, пишите два. Надо три, пишите три. Но, чтобы вы пришли на кухню от компьютера делать кофе. И легко в голове себе написали, так, строчка, пишу класс так. Так, далее, для того, чтобы в скобках ставлю то-то, то-то, для того, чтобы наследовать, делаю это-это. Без кода, без компьютера в голове приставили. Представили? Хорошо. Значит, материал улегся. Базу надо укладывать. Базу нельзя пробегать. Базу надо укладывать железобетонно. Железобетонно, понимаете? Надеюсь, не надо объяснять. И помните, есть база, да? То есть, в классах база это что? Это основные вот эти принципы, да? То есть, наследование, ну, как мы говорили, уложили, написали. Дальше, как я говорил, Дим, работайте с функцией, укладывайте арк-кваркс, укладывайте init хотя бы, да, метод супер. Это однозначно. И, очень важно, функции, бац, функции в классы забивайте, присылайте домашнее задание. То есть, нарабатывайте костяк. Костяк, что это значит? Это значит, вы, когда садитесь писать программу, вы сразу, допустим, распланироваете и пишете, а не сидите и думаете, так, а как я буду наследовать, не пойдет. Не пойдет. Вот, поэтому, вот, Дим, вот, все верно сделали. Но сейчас давайте поработаем, поработайте над костяком и другие ребята. То есть, то я сказал, основные, потому что элементы, потому что, когда вы откроете Kotlin, так он тоже самое поддерживает. Ну да, понемногу записывается по-другому. Но у вас с Python должно это уже быть. То есть, ага, посмотрели, все. Я просто сейчас направил Дмитрия конкретно и других ребят. Именно этот этап. И я часто это делаю, да. То есть, я вижу, кто старается делать домашнее задание, стараюсь помочь. Но сейчас я хочу еще, ребят, сказать. Ну, проделывайте вы уроки. Да не надо лениться. Но подождите. Что вы боитесь, код? Да пусть он будет кривой-косой. Да вы поменьше думаете, кто там что смотреть будет. Все в одинаковых условиях. Пишите и пишите. Вон, Сергей Асач, я же показывал как-то видео. Его код первоначальный, его код сегодня. Так он же кардинально различается. Хорошо, но стеснялся бы он кидать тот код кривой. Да когда же прямой будет? Вы запомните одну простую истину. У вас всегда будет ах. А ах будет заключаться в том. Вот вы сегодня пишите код. Через 365 дней вы будете говорить. Ляха-муха. Ну, неужели это я писал? Позорище. Это всегда так будет, ребята. Запомните. Но здесь позорного ничего на самом деле нет. А для новичка ваш код будет. Это супер-код. Все зависит только, будет с вашим внутренним состоянием. Поэтому вот я воспринимаю весь код хорошо. Поэтому и школу так удалось построить от простого к сложному. Дим, вы меня услышали, да? То есть сейчас вам надо основное сосредоточиться на функциях. И функция-класс, функция-класс, функция-класс. И оттренировать вот эти все вещи. Наследуемый полиморфизм. То есть пописать конкретно. Раз, пример. Второй. Ну, ничего, не посмотрели телевизор, сели и пописали. Не должно быть скучно. Но придумайте себе задачу. Ну, там есть примеры. Но попишите. Попишите. Вот именно до того эффекта, который я говорил. Отошли на кухню делать кофе? А приставили. Ложитесь спать. А приставили. А могу я приставить, написать строчки в голове? Вот представьте себе компьютер, как будто вы пишете. А что вы будете писать? То есть, а у вас в голове должен быть, вот считайте, вот вы собираетесь открыть сейчас дверь. Вы знаете, что вы за ручку возьмете. Да, вы это можете приставить. Так вот так надо приставить не весь код, а основные элементы. Вам надо обязательно сформировать вот этот вот костяк. То есть, и ребят, Дим, смотрите. Моих объяснений много не надо. Как только вы сформируете костяк, начнете его формировать. Потому что чувствую, зреет вопрос. А какой костяк правильный? А у всех разный. Не в этом дело, ребята. Смотрите. Ведь все банально просто. Все банально просто. В принципе, Python OP одни и те же, да? Вы их разобрали. Функции разобрали. Дальше. Ну, надо вам некий метод, там, добавить чего-то. Вы уже его нашли. Вы знаете, как писать. Поэтому просто-напросто вы добавите. Это будет к чему привязать. У вас будет понимание, а как это делается, потому что раньше проработано. Поэтому ваш костяк будет формироваться. Сам дальше, да? И это будете формировать вы. Вы сами поймете. Ага. Вот мне интересна более область там Джанга. И вы будете в этом направлении формировать. Я просто хотел рассказать это видео о том, что его надо формировать сейчас. Да? То есть, чтобы... Посмотрите еще раз на эту картинку. Ну, еще. Чтобы вот не такой багаж был в здании, а такой. Я надеюсь, я вас, ну, убедил, да? И не забывайте. Два языка по минимуму в начальном этапе. Два языка. Два языка. Пайтон, Котлин. Вперед. И пошли, и пошли, и пошли. Все. Больше проблем не будет. Значит, для новичков, кто только сейчас начал школу. Я всегда рекомендую, если вы не знаете ни одного языка, начиная с Пайтона, это однозначно. И запомните, Пайтон это палочка-выручалочка. Он для сего. Зашли в кабинет, вот крутящиеся значки. Вот по ходу и пошли. По разделам все. Здесь запутаться нельзя. Дошли до... Это я уже для новичков говорю. До функций. Вот в начале с первого раздела дошли до функций. Все. Дошли до функций, значит переключаемся. Может измениться дизайн, но смысл вряд ли изменится. Практика Пайтона ОП. Пошли этот раздел. Тут и функции, то есть пошли тренировать. Как я говорю, дошли до функций. Вот как писал. Все. С этого момента можно начинать второй язык. Котлин начинаем. Не надо себе думать, изучу Пайтон, быстрее не изучите. Начинаем Котлин. Тогда пойдет изучение быстрее и правильнее. И откладываться. И делаем так, как я сказал. Это напутственное видео. Все, ребят, делаем. Работаем. 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 Работаем.